Субтитры делал DimaTorzok Александр Алексеевич, вы наступает? Да Наступает Значит, продолжаем На прошлой лекции мы обсуждали Екатерский минус и региляцию водорода Написали упражнение для полного сечения Там договорились, что можно его вычислять При больших энергиях При энергиях больше, чем масса вкладок Всех масс Все массы вкладок То есть я при теории возмущений Ну, правда, можно, конечно, так говорить Обсуждать вклад Разных вкладок Не различает вкладок Хромодинамика флэверов Поэтому он может говорить О вкладе отдельных Вкладков У-у-у-счердон Дэдэчердон То есть отдельно о вкладе легких вкладков Для них Рассматривать Их вклады Потом отдельно рассматривать вклады ЦНДЦ И так далее Варков Правда, это Так Они четко разделяются Только в Низших приближениях теории возмущений А потом уже начинают рождаться Варки Дополнительные правы рождаться Рождаться И так далее Но, во всяком случае В меньших порядках теории возмущений Мы можем четко разделить рождение Разных флэверов И их анализировать Так Но Мы обсудили еще Кроме полного сечения Обсудили Рождение Ну, так называемую Постановку Такую постановку Когда регистрируются струи Ну, нужно, конечно, определить Что такое струи И мы там Обсудали Использовали определение Струиных событий При сложении С термом Обсуждали Как вычислять Сечения Эти струиных событий В общем Эти определения И сечения Они активно использовались При начале Исследования Рождение Адронов На таких Детекторах Как На таких Коллайдерах Вернее, как Дорис Ирфа И Исследовались Струйные распределения Двухструйные распределения Трехструйные И так Из Улового распределения Трехструйных событий Было сделано Был сделан вывод о том Что спин Вот этого Клеона Переносчика Взаимодействия Между Кварками Антикварками Равен Единица И это Называлось Вот это Вот Это заключение Позволило говорить Об открытии Двуха Естественно Сравнивались С расчетами Проделанных Экспериментальные Сечения Сравнивались С расчетами Проделанных Врам Трехструйного Динамита И еще Один Стоит Еще Об одной Постановке Когда Меряются Инклюзивные И Так называемые Инклюзивные Спектры Я уже Говорил Что Полное Сечение Полное Сечение Инклюзивного Подруга Это Полностью Инклюзивное Сечение Когда Мы суммируем Во всем Количном Состоянии А если Мы суммируем Не по всем Конечном Состоянии Адрон А Выделяем Какой-то Адрон Один Фиксированный Адрон В этом Случае Говорят О Инклюзивных Спектрах Ну На самом деле Об Инклюзивном Сечении Но не Полностью Инклюзивном А Вот Фиксированным Одним Адроном Как Сечение Этого Процесса Можно записать Как вы помните Мы писали Сечение Процесса Полное Сечение Мы писали А Д Фикси Или вообще Просто Сигма Писали Полное Сечение Мы писали Что это Есть Там Е Четвертый Вид на Два С Помните Как сейчас Помните С Квадрат От Потомного Пропакатора И одно С Еще От Потока От потока Умножителя От Нормировки Начальных Состояний И Вот Так Это Называется Все Вместе Потоком Умножителя Скорость Скорость Единиц Все Вместе Называется Потоком Умножителем Дальше Стает Токовый Тензор Я Альша Говорил Что Картинку Нарисовать О чем Мы говорим Вот Мы говорим О том Процессе Здесь П Минус Скажем Лучше Я буду Эй Минусом Стать Ну А может Ладно Оставим И не будем Раньше Мы обзывали Эти импульсы П-мюзи И минус П-плюс Это импульсы Электрона И позитрона Они переходят Электрон И позитрон Переходят Фотон Конечно Опять же Мы говорим Об энергиях Которые Все-таки Меньше Чем масса Много меньше Чем масса З-два Зона Чтобы здесь Учитывать Только фотон Но это Не принципиально Это только Некое Техническое Усложнение Абсолютно Не принципиально Так вот Мы теперь Фиксируем Здесь Амин Суммируем Не по всем Адронам В конечном Состоянии А фиксируем Здесь Адрон С ирклсом П Это Это импульс Ку-квадрат Ку-квадрат Равно С И фиксируем Импульс Адрона Одного Адрона В конечном Состоянии Раньше Когда мы Не фиксировали Его То мы говорили О полном Сечении Здесь у нас Стоял Такой Топовый Тензор Который Минус Ню Плюс Плюс Ню Пминус Ню Минус Ку-квадрат Пополам Насколько я Полный Тензор Правильно Ну Да Правильно И здесь У нас Стоял Тензор Который Мы Обзывали Тензор Который Из себя Представлял Вот что Он Из себя Представлял Что Он Из себя Представлял Значит Ноль Ж Ню Значит В этом Ж Ню У нас Заряд Выделен Вот он Здесь Уже Стоит Заряд Электрический Это Отванный Ток Ж Ню От Нуля Э Ладно Лучше Ж Ню Здесь Была Сумма По всем Постояниям Х И здесь Была сумма Значит По всем Постояниям Х То есть Мы берем Матричный Элемент Вот этот Вот это Матричный Элемент Перехода Извала Состояние Х Берем Его Квадрируем И Умножаем Название Четвертой Название Название Функции От Ку Минус П Это Сумма Всех Импульсов Вот здесь Раньше Это было Когда мы не выделяли Так Вот это Что у нас Было Да И вот Такой Тенсор Стоял Здесь Умножали На такой Тенсор Ну теперь Будет Наверное Не такой Тенсор Да Потому что Мы Фиксируем Давай Теперь Вот это Займем Х По ним Будем Суммировать А конечно Адрон Выделим Активно Вот Здесь Это будет П П То есть Состояние Выделенного Адрона Плюс Какие-то Другие Частицы Правда Надо сказать Что кроме П Спиновое Состояние Адрона Но я Их не указываю Так Училиво Подразумеваю И здесь Конечно Уже Будет У Плюс П Минус П Пардон Минус П То есть Вот Что Будет Стоять Так Что Это Будет Вот Что Будет Стоять Такой Тенсор Вот Здесь Сумма Сумма Конечно По Икс Опять же Сумма По Икс Она У нас Подразумевает Подразумевает Сумму По всем Дискретным Паду Икс Икс Интегрирование По импульсам Ну Теперь Я Еще Должен Сказать Что Я Здесь Зафиксировал Импульс Во всяком Случае Этого Адрона Поэтому Это у Меня Будет Не Полное Сечение А Референциальное То есть Я Должен Здесь Написать 2 Дин Пунди 2 2 Эпсилон 2 Эпсилон 9 Д У П 2 Эпсилон П Вот что Это Такое Вот Такое Угну Перенесу Вот этот Множитель Туда И проинтегрирую По Всем Импульсам То Я Приду К старому Результату Да Полному Инклюзивному Сечению А вот Это Вот Референциальное По Импульсам П С Импульсом П Этого Адрона Сечения Теперь Что мы Можем Сказать Про Эту Про Эту Функцию Ну Вообще Это Говоря Давайте Вот так Сделаем Так Сделаем Значит Здесь Сумма По Х Да Сумма По Х Ну И Вообще Говоря Импульс Импульс Мы фиксируем Но спинное Состояние Этого Этого Адрона Не фиксируется Как правило Я не знаю Никаких Экспериментов Где бы Спинное Состояние Фиксировалось Поэтому Здесь В этой Сумме Еще есть И суммирование По Спинном И по Спиновым Состояниям По Спиновым Состояниям Этого Самого Адрона Да Тогда Вот Ежели Я Эту Функцию Обзову Не Эту Функцию А Вот Так Везу Такой Множитель Помните У нас Была Мы Вводили Когда Рассматривали Глубокудию Кругой Россией Мы Встречались Практически Ну Как С Похожей Функцией Почему Ну Потому Что Это На Сам Дели Мы В Другой Канал Перейдем Давайте Мы Рассматриваем Сейчас Канал Нигеляции И фиксируем Здесь Протон В Конечном А Дернее Адрон В Конечном Состоянии Ну Пусть Адрон Является Протоном Для Определенности Тогда Если Перейдем В Другой Канал В Другом Канале Тогда Перебросим Эту Частицу В Начало Мы Можем Эту У У Нас Есть Так Кросс Вариант То Амплитуда Можем Амплитуду Рассматривать В разных Каналах Реакции То есть Мы можем Рассматривать В том Канале Когда Этот Импульс Начальный Вот Этот Импульс Начальный Этот А этот Импульс Колечный И Это Будет Рассе Электрод На Протоне Да То есть Эти Человек Вот Эта Функция Вот Этот Тенсор Он Связан С Тенсором W-1 Ну Правда Связан Но Не Ширька Он Был Б Связан Он Б Получался Аналитическим Додолжением Из Тенсора W-1 Вы Помните Мы вводили Тенсор W-1 Здесь Разные Коэффициенты Какие-то Ну В общем Давайте Про Коэффициенты Эти Забудем Так Вот Этот Тенсор Обзовем W-1 С Чертой Меню И Ладно Напишу Я Которые Мы Использовали Мы Говорили Что W-1 Меню Мы Определяли W-1 Мы Определяли Как 4 4 4 4 4 А вот Так А вот Так Умножить На 4 3 Вот Так И разделим Здесь Единец На 4 3 Вот Так Вот Мы Использовали Ну Это Стандартная Такая Нормировка Этих Функции W И Здесь Еще Нож W Когда Мы Определяли W То Мы Здесь Использовали Усреднение По Спинному Состоянию Усреднение А здесь Мы берем Цуклу Да Давайте Здесь Напишем Усреднение Умножим На 2 Спин Адрона Использование Плюс Единец На число Спиновых Состояниях Вот этого Адрона И тогда Вот эта Функция Эту функцию Будем обзавать W С чертой Минюш Да? W С чертой Минюш Вот А как Чем она Отличается Эта функция Чем она Отличается От той функции Которая была В канале Рассеян Мы должны Вот этот Ирпуск Этот Адрон Перебросить В начальное Состояние Этот Адрон Перебросить В начальное Состояние Ну вроде бы Что это? Можем мы Опять же Говорить Что это Что Что Из-за Кроссинга Значит Мы эти функции Мы можем Сказать Что Дубль Вэй С чертой Минюш Стандарт Дубль Вэй Минюш Ну Только В другой Кинематической Области Да Дубль Вэй С чертой Минюш Совпадает Дубль Вэй Минюш Но с другой Кинематической Областью Только взятой То есть Мы можем Взять Дубль Вэй Минюш И продолжить Дубль Вэй Минюш Все-таки У нас Было Определено В какой Области Было Определено Дубль Вэй Минюш Тогда Когда Ку Квадрат когда Q2 было отрицательно, и Q2 было отрицательно и Q2 было отрицательно когда Q2 было отрицательно, да? а какое же у нас было PQ P ну, на самом деле, у нас было Q2 отрицательно и знак P был другой, то есть QP был другого знака было QB но, то есть, мы должны все-таки перевести вот эту функцию W2 в другую кинематическую область казалось бы то есть, ну, тем не менее, можно, значит, ежи мы знаем W2, то знаем W2 с чертой меню казалось бы но это только на первый взгляд потому что мы можем использовать кроссинг кроссинг мы можем использовать только тогда, когда у нас в материчном элементе мы можем использовать кроссинг а здесь что мы делали? мы взяли материчный элемент и умножили его на сопряженность и тогда мы уже не можем аналитическое производить вот сам материчный элемент это аналитическая функция мы ее можем продолжать из канала в канал а когда мы уже взяли, грубо говоря, квадрат модуля аналитическая функция из канала в канал мы не можем продолжать поэтому, вообще-то говоря, W2 и W2 они, ну, непонятно как связаться но, что мы можем ожидать? вот, когда мы использовали все равно, мы рассматривали, когда вычисляли W2 когда вычисляли, ну, W2 меню в кадром выражается она же пишется, значит, ну, там некие тензорные выражения ну, я даже напишу их это есть минус Rμ минус кубик у у делить на q квадрат на W1 и плюс там единица на m квадрат а здесь P минус PQ делить на q квадрат у мю N W2 а, FUNC FUNCIN W2 это структурные функции они связаны с портонными распределениями и мы вычисляли их в неком и в платivг. приближение évidemment , и в главном логарифмическом приплижении но, если мы работаем в главном логарифмическом приближении, что означает главное логарифмическое приближение, Мы берем логарифм Q2, считаем большим, и пренебрегаем числами порядка единиц по сравнению с этим большим логарифмом. Пусть у нас изменился знак Q2. Что тогда появилось? У этого логарифма появилась мимая часть. Но мимая часть мы можем пренебрегать только. Мимая часть — это причина порядка единиц, и мы можем ей пренебрегать по сравнению с большим логарифмом. Поэтому в главном логарифмическом приближении мы можем считать, что эти все-таки функции W и W с чертой просто получаются друг из друга. просто получаются друг из друга замены всеми же самыми большими логарифмами. И поэтому мы можем, значит, зная поведение W, мы можем предсказать поведение W с чертой. Ну, можно... Как это выглядит на языке бордонных распределений? Вот это сечение. Как мы можем написать сечение? Вот это дифференциальное сечение мы можем так написать. Перейдем к переменной х, которая есть теперь уже х. Это другое х. Оно связанное с пьеркиновским, да? Но оно связано с это. Оно обратно к бьеркиновскому. Ну, для того, чтобы это х было меньше единиц. Как вы помните, х бьеркиновского мы определяли, х бьеркиновского, мы определяли как ку-квадрат ку-квадрат делить на 2бху, да? Где у нас В это был началь и импульс, ку-передача импульса, ку-квадрат это минус ку-квадрат. А здесь х мы должны определить, чтобы, опять же, изменялся в том же интервале от нуля до единицы, мы должны х определить как 2пу делить на 2бху, да? Почему? Ну, потому что это квадрат, значит, в системе центра инерции это 4e в квадрате, и в системе центра инерции это есть просто 0, только имеет нулевую компоненту, это есть, на самом деле, εb, и он на ε, и ε это энергия одного из пучков. Ясно, что эта весна, значит, меньше единиц. Вот так определяется здесь х. Я говорю, что эта весна, вот, если смотреть на выражение через квадрат, в квадрате в квадрате, это обратно на вертинск. Так, ну, поскольку мы работаем в другом канале, эта весна опять меняется от нуля до единицы. Да, я говорю от нуля, потому что мы рассматриваем высокоэнергетический предел, считаем, что массы пренебрегают, тогда ε может быть просто равным к нему. Да, εb. Так, и вот, теперь, давайте напишем движение дистрифа по dx, dx и do. Где этот, do, v? А x, вот это вот, переменная, этот угол. Ну, и как же его, опять же, как же мы его можем записать в портонной модели? В данном случае, что чувствуя себя, как понимать сейчас портонную, в этом канале портонную модель? Мы говорим, что вот у нас есть, есть, рождаются какие-то... Как идет процесс? Процесс идет таким образом, что у нас рождаются, конечно, ну, портоны какие-то. В каком-то этапе этот, один из подконов, конечно, в каком-то этапе, патронизуется, и он просто переходит, ну, как-то переходит к отворту. Как? Конечно, мы этого написать не можем, опять же. Так вот это сечение, сечение на нашем, на портонном языке. Оно пишет в затыльном, мы можем записать таким образом, что это есть интеграун dz на z. Вот мы можем так говорить. Вот у нас рождается, на каком-то этапе рождается вот этот вот портон. Как-то этот портон, этот портон каким-то образом фрагментирует, говорят, в квадрон. Каким образом он переходит? Ну, вот какая-то длинная цепочка, мы не знаем эту цепочку, в принципе. Описать всю цепочку мы не можем, но мы говорим так. Вот ведем такую функцию фрагментации, функцию перехода. Вот здесь этот адрон. Адрон с импульсом P. Ладно, адрон с импульсом P. И пусть он несет долю импульса. Вот начальный портон, из которого, в конце концов, рождается, который, в конце концов, фрагментирует в этот адрон. Ну, у него пусть доля импульса Z, а у этого доля импульса X. Тут доля импульса, доля энергии, правильнее было бы сказать. Отношение вот доля энергии вот этого портона, вот этого уже адрона к энергии пучками, это X, а этого Z. Тогда сечение представляется, это будет представляться в виде DZ на Z. Здесь в интеграла придется, конечно, в конце концов X, Z должно быть больше X, естественно, просто по закону сохранения. И, значит, здесь число F, функция фрагментации сумма, здесь стоит сумма по A. Где A это номер портона, да? Сорт портона. И здесь F, A, функция фрагментации адрона, портона сорта A, патрон H, это функция фрагментации зависит от X, ну и зависит от Q2. И здесь, и что нужно умножить? Ну умножить D-сигма, 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 D-зел и D-о, D-о. Считается, что рождается у нас струя таким образом, что направление конечного отруна, оно совпадает с направлением начального портона. Направление вылета, угол вылета. Так. И, значит, D-сигма от Z, ну и вот косинус тентр, косинус тентр, это угол вылета, угол между осенью вылета, направление вылета портона и осенью крючков. Вот так вот, вот такое сечение, то есть, вот у нас есть сечение, сечение это есть что такое, вероятность делённое на потон, поток естественно. Ну так, грубо говоря, что это такое? Вероятность того, что у нас родится портон, вероятность того, найти портон в конечном состоянии, это есть вероятность рождения какого-то портона. И, а, но только функция фрагментации здесь не админс, конечно, админс идёт на Z. Функция фрагментации, это отношение импульсов, доли этого, это отношение доли импульса. Горичные частицы и начальники частицы. Вот функция фрагментации от Z делить до Z. Да, конечно, это отношение должно меньше кинуться. И это у нас обеспечивает спределённый интервью. Вот, значит, вероятность того, рождение портона, и, значит, а здесь функция фрагментации портона в агарон. Вот так вот пишется сечение, совершенно аналогично тому, что было написано для канала рассеяния, для глубокого неупругого рассеяния данных. Ну, вот эти функции, правда, лучше для того, чтобы отличить эти функции фрагментации. Там мы использовали портонное распределение. То есть число, что такое портонное распределение? Это число портона в агронах. А здесь у нас функция фрагментации. Это, грубо говоря, число агронов в агронах. Число агронов в агронах. А ку квадрат — это виртуальность портона, да? Нет, конечно. А, ку квадрат — это начальная виртуальность. Ну, ку квадрату... Ну, вообще-то говоря, да. Это связано с виртуальностью начального портона. Связано с виртуальностью начального портона, потому что, ну, когда мы рассматриваем сечение, вот это вот... Когда мы рассматриваем процесс деления, вот у нас такое сечение, вот у нас идет такое-такое деление. Ведь на самом деле мы интегрируем по всем кинематическим переменам, кроме импульса вот этого фиксированного количества, мы интегрируем. Это означает интегрирование и вот по этой виртуальности. Эта виртуальности интегрируется, изменяется до величины по квадрату, вот что означает смысл этой самой функции фрагментации, смысл этого по квадрату, это то, что мы вот в этом процессе интегрируем по виртуальности вот этого портона до величины ку квадрату. Максимальная виртуальность, естественно, она ограничена ку квадрату. До величины ку квадрату. Я еще раз говорю, что виртуальность, она этого портона, она не тестирована, да? И по ней интегрирует. И это есть предел интегритора. Верхний предел интегрирования по виртуальности. Но с течением тоже зависит от виртуальности. Что? С течением тоже зависит от D-Sigma, которая в интегрировании тоже виртуальности. Вот это. Здесь мы предупрекаем этой зависимостью уже. Оно зависит? Конечно, зависит. Но, значит, в принципе, но мы всю зависимость... Понимаете, мы же все-таки считаем так, что мы берем интеграл по вот этой виртуальности и считаем, что интеграл берется... Вот поэтому при интегрировании мы набираем логарифм квадрат. Логарифм квадрат. Но как набирается логарифм? Вот логарифм набирается тогда, когда мы пренебрегаем зависимостью вот этого сечения от Q квадрата. Здесь у нас стоит DQ квадрат на Q квадрат. Какая-то там... Ну, в принципе, у нас могут быть там какие-то поправки здесь, какие-то такого типа диаграммы, и которые зависит от Q квадрата. Но мы с этой зависимостью в главном логарифмическом приближении и мы можем уже в это сечение брать просто в... Так пренебрегать массой вот этого... массой и виртуальностью вот этого рожденного пактона в этом сечении полностью пренебрегать. Поэтому, в общем, здесь... Ну, другой вопрос. Когда мы выходим за рамку логарифмического приближения, за рамку главного логарифмического приближения, тогда вот эта формула, конечно, она становится... Справедливость этой формулы. Она становится не шибко очевидной. Но, в принципе, она становится аналогичной... Примерима с аналогичной формулой для глубокого и упругого расселения, тоже становится не слишком очевидной. Не слишком очевидной и требует доказательства. Строгое доказательство основано на операторах разложения. Но оператор на разложение — это такая вещь, мы должны проводить перенармировку как-то... Дело в общем, что у нас в приближении к следующим закламам логарифмическим, у нас уже неоднозначно оказывается определение... Ну вот, мы говорили, в операторах разложения есть матрищные элементы операторов и есть коэффициентные функции. Так вот, следующим заглавным приближением определение... Такое разделение становится неоднозначным. Разделение неоднозначно. То есть мы вычитываем поправки. Радиационные поправки. И как эти радиационные поправки? У нас ведь на самом деле определена полностью увеличена произведение двух функций определённых. А как загнать радиационные направки куда? В какую из этих функций? В общем, это мы можем по-разному сделать. Это вообще-то вопрос такой... Ну, вопрос соглашения. Вопрос соглашения. Вот когда мы говорили про операторное разложение, мы говорили, что вот у нас есть коэффициентные функции и есть оператор. Но ведь мы должны ещё выбрать... Оператора мы должны перенормировать. То есть мы должны выбрать масштаб перенормировки. Выбрать масштаб перенормировки. Ясно, что если мы... Каждый... Каждый... И оператор, и, конечно, элемент оператора, и коэффициентные функции... Они зависят и кардинально зависят от масштаба перенормировки. Хотя в произведении вся зависимость исчезает. Мы можем по-разному выбирать масштаб перенормировки и мы можем выбрать таким образом... Вот это вот величину мы можем рассматривать как коэффициентную функцию, да? Коэффициентную функцию. Мы можем выбрать её таким образом, что все поправки сюда могут... Поправки, которые сюда входят, они будут зависеть от альфа-с, от ку в квадрате. От ку в квадрате. От маленького. То есть... Выбрать масштаб перенормировки такой, что масштаб совпадает с ку в квадрате. Ку в квадрате большое. И по правке пойдут маленькие. Ну, то есть, вся зависимость здесь от ку в квадрате пойдёт только через константу связи, которую мы считаем маленькой. Ну, в принципе, конечно, вот такая зависимость здесь есть. Но в квадрате приближение мы просто её пренебрегаем. Просто её не пренебрегаем. Да. Ну вот, значит... Теперь... Вот и такое... Такое сечение. Так напишется сечение. Ну, это сечение, конечно, квантовой... Когда мы рассматриваем квантовую хромодинамику, то здесь это сечение портонное. Это просто сечение рождения... Сечение рождения квартной ситуации пары. И, конечно, это будет это вот сечение. Оно будет... Ну, я не знаю, альфин квадратик. Можете сами написать это сечение. Ну, давайте попробуем вместе написать. Альфин квадратик. На что делённое сейчас напишем? Угловую зависимость напишем. Угловая зависимость это будет... Ну, конечно, нарез делённое это будет... А, вот это... Вот это сечение, конечно, зависит... Единиц на S содержит, да? Это сечение. Оно содержит единиц на S, альфин квадрат на S, а здесь будет единица плюс косм... Ну... Если уж точнее быть, что... Единица плюс косм квадрат T, это вот угловая зависимость, которая просто... Просто фиксируется... Из закона сохранения спиральности, ежедневконечные частицы ультравитривистские. Ну, ежедневконечные частицы не ультравитривистские, то... Ну, конечно, мы будем рассматривать, что это ультравитривистские, поэтому мы будем рассматривать, что это в косм квадрат Т. В косм квадрат Т, да. Дальше стоит... Ну, вот... Этот самый паровой умножитель, конечно, который тоже мы забудем, а здесь... Ну, конечно, будет стоять Д, да? А z минус единица... z минус единица, то есть доля энергии квартка, как там у нас рождается, просто кварт-антикварковая пара. То есть... Это же вот такое сечение вот такого процесса. Тогда z равно единица, доля энергии, которая вносит кварт. Это есть единица. Ну, а дальше... Если мы... Коэффициент можно сформально получить из того, чтобы при интегрировании к квадрату, мы должны получить... 4 3 пи а в квадрате и на ку в квадрате. Или как? Е куф? Е! Куф... Заряд! Протонный заряд. Здесь должен стоять еще протонный заряд. В долях... Протонного заряда или электронного. Да? 4 3 пи а в квадрат на вес. Вот мы должны получить... Это просто сечение с единицей минус, плюс, плюс, минус, умножить на квадрат заряда. Вот что мы должны получить. Тогда, значит, я напишу... Ну, давайте... Давайте напишем здесь c. Тогда c на интеграл по dO. Это 2 пи. Или лучше 4 пи напишем. И интеграл может от этого... По d8c от 0 до единицы. Это есть единица. Плюс 1 3 4 3, да? 4 3. Ну, и что получим тогда? И это должно быть равно... 4 пи а в квадрат. Ну, значит, здесь стоит 4. Да? Правильно? Если так напишем, то получим... Вот эта четверка сокращается с этой. 4 не получилось. Все правильно. Вот такое сечение. Вот это сечение. Да. Ну, в случае... Ладно. Нас, как говорят, случай интересует, поскольку... Равно. Никаких подколов до динам. 0 в круглодинамики нет. Вот поэтому нужно подсоединиться сечение. Теперь, что касается вот этой функции. Как ведет себя эта функция? Ну, понятно, что ее найти вычислить мы не можем. Но вычислить ее, вернее, написать уравнение эволюции для нее. То есть, уравнение эволюции, что это такое? Это... Ну, уравнение, определяющее скорость изменения этой функции с куб квадратом. Ну, и с куб квадратом, а с логарифмом куб квадратом. Конечно, это уравнение... Так... Напишем так... Куб квадрат... Или, вернее, так... Д... Д это... С чертой А... Он вбит... Ее он на нерене. А... Я уже объясню. Вы прошу это. Икс куб квадрат. Да? Вот это логариф куб квадрат. Это будет... Опять же... Анчва С. От куб квадрат. Не ясно, что это будет константезиами. По существу, это будет такое же уравнение, как уравнение... Уравнение... Уравнение эволюции для распределения поддонов. Но только с другими какими-то функциями. Как мы написали этот уравнение? Мы написали вот так. Дз... Двить на з... З от... З интеграл от х до единица... Здесь стоит П. Какая-то функция расщепления. Теперь мы ее обозначаем так. А здесь стоит... Вот я пишу ее просто так. И так, конечно, если мы будем в высших порядках феориево-злупщеничных синтами, то она будет тоже зависеть и от Q квадрата. Ну, вся зависимость от Q квадрата будет как-нибудь через альфа-с от Q квадрата. Я это не дешу. И вообще я ограничиваюсь. Так, для простоты. Главное говоря, феориево-злупщеничным предвижением. Значит, а здесь будет... Здесь функция расщепления. Здесь а... Здесь... Здесь... А... На Б. А здесь функция расщепления... Вернее, функция фрагментации в отвод, в тот же отвод, конечно, но уже в отводной хипа В. И, значит, от Z и Q квадрата. Вот так. Что такое? Что это за уравнение? Что это за уравнение? Вот у нас... Понятно, что... У нас происходит всё время деление портона. Да? Как мы описывали эту... Как мы... Из каких соображений написали эту формулу. Из тех, кто опрашивали, что вот у нас есть какой-то портон. Значит, дальше он рождается. Рождается пока какие-то портоны. Дальше эти портоны как-то... Дальше это делится. И... Значит... И... Мы фиксируем какой-то... Ну... Какой-то адрон. Какой-то... Какой-то портон тоже в этой цепочке. Но этот портон как-то переходит в адрон. Мы не знаем как. Это, в общем, нас... Ну, не знаем как. Не можем мы это описать в рамках плановой прободинамики. Потому что здесь всё равно... Мы идём в область сильной связи. А мы пользуемся теорией возмущения. Здесь уже наконец-то дадим. Теория возмущения применима. Нам важно, что теория возмущения применима вот здесь. Потому что мы здесь интегрировали по виртуальности до большого квадрата. Виртуальность здесь большая может быть. Так вот. Значит... Ну и как-то... Значит... Вежливы... У нас происходит, на самом деле, интегрирование по всей виртуальности. Вот интегрирование по этой виртуальности, интегрирование по этой виртуальности и так далее. Понятно, что эта виртуальность нам меньше, чем эта виртуальности. Просто по законам сохранения их. И виртуальность убывает по цепочке по этой. Поэтому, когда мы дифференцируем... Вот по этой виртуальности мы зарабатываем логарифку квадрата. Мы интегрировали до большого угла. Дифференцируем теперь. Что у нас получается? Теперь у нас получается вот этот вот... Ну, это амплитуду я рисую, конечно. А в сечении надо квадрировать. У нас получится... Вот этот вот матерс-соединение от перехода квадрированный, да? И в свою очередь уже проинтегрированный до... До... Уже... Я проинтегрирую... У нас вот стоял интеграл. Дехая под интегральное выражение, интеграл был до верхнего предела. Я интегрирую квадрат. Я дифференцирую по верхнему пределу. И в этой функции подставляю опять... Функцию беру на верхнем пределе. То есть... Уже интегрирую... По этой витуальности... Опять такой квадрат. Опять такой квадрат. То есть... Функция... Это... Что это такое? Если этот... Квадрат вот этого... Есть... Вот такое... Ф... То квадрат вот этого... Это есть вот такое... Только здесь... Уже... Доля импульса... Изменилась... Здесь... Там на z. Вот и всё... Такой смысл такой... Как и... Ну то есть смысл совершенно прозрачный. Другое дело, что... Эти функции... Но эти функции тоже в смыслах прозрачны. Это же функции... Вот такие функции... Вот такие функции... Мы должны взять квадрированную такую... Такую амплитуру квадрированную... И проинтегрировать... Вот по этим... По... Виртуальности... Ну или... По перпендикулярному... Я же... Импульс фиксировать... Проинтегрировать... По этому перпендикулярному импульсу... По... До... Квадрат. И это что такое? Это конечно будет... Та же самая функция распределения... В том... И... В... Диганоластике. То есть на самом деле... Вот это... Главное многорефимическое прогреждение... Это... В общем довольно таки... Понятно, что... П... В... Вот это... П... Это есть просто... Та же самая функция... Функция расщепления... Что и... В... Диганоластике. Они совпадают... В главном... Логарифимическом прогреждении... Эти функции. Что касается... Высших прогреждений... То конечно это уже... Не так... Не так... Ну... Это нужно... Разбираться... Высших приближений... Картинка высших приближений... Уже не тривиальная... Понимаете... Я говорил... Что даже... Что это... Сама функция... Вот эти... Пункции... Они... Зависят... От того... Как мы... Провожим... Передоджировку... Уже... Высших приближений... Поэтому... Как мы становимся... Деревянкой... Я не хочу... На ней останавливаться... Но... Вот... Оказывается... Ну... Оказывается... Только вот... Для вашего сведения... Это важно... Что вот... Высших приближений... Это совпадение... Нарушается... Нарушается... Вот это вот... Эээ... Вот это... Соотношение... Называют... Соотношением... Григо и Лепатова... Да... Резипро... Григо и Лепатова... Так... Это по-английски... Звучит... Взаимное... Что ли... Соотношение... Соотношение... Взаименности... Соотношение... Григо и Лепатова... Да... Что еще... Ну... Оно... Вот... Нарушается... Продвижение... Теории возмущения... Да... Ну... Еще... Про него говорят... Что... Что говорят... Ну... Как его еще... Эээ... Прямо говорят... Что... Число... Пактонов в Адроне... В одну... Число Адронов в Пактоне... Так... Вот что означает... Так... 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 Еще... Используем... Такой язык... Ну... Вот... Да... И... Теперь... Что еще можно сказать... Какой еще есть такой вопрос интересный... И... Вольте они интересны... А давайте возьмем, вычтем множественность... Множественность... Здесь... Вычтем множественность... Возьмем, вычтем множественность... А как множество вычисляется? Надо умножить это на x dx и взять интеграл. Итак, интеграл от 0 до 1. Это будет множественность. Это будет средняя множественность. Среднее количество частиц. Среднее количество частиц типа P, а дронов типа P. Среднее количество частиц. Вычислим вверх А. Здесь тоже надо взять интеграл. И тогда интеграл будет опять в том числе. Интеграл по x от 0 до 1. Здесь равно сумма по А. Интеграл от 0 до 1 до i. Ну что мы как-то обычно делаем. Мы берем, вычисляем, значит, меняем порядок интегрирования. Значит, интеграл будет по z от 0 до x, до x и по x от 0. А вот еще на x умножить, по-другому. Нет. На x не надо умножать. А просто на dx. А по углам не надо интегрировать? И по углам проинтегрировать, да. И по dvp. Да. Когда по dvp здесь, значит, здесь уже, вот я беру, это я подразумеваю уже, интеграл по углам вот этот, вот от этого. То что я получу? Я получу полное сечение, правильно? А здесь получу интеграл по dvp. Обозначаю новую переменную. x делить на z обозначу опять. Еще раз повторяю. Я предел интегрирования, вернее, не пределы, а порядок интегрирования сменил. У меня сказал интеграл dz. Интеграл от 0 до 1. Интеграл dx делить на z от 0 до dx. Интеграл от 0 до z. Здесь x на z, новую переменную ввел, обозначен через y, что ли, dy. Когда был интеграл от 0 до 1, здесь стоит fs от y появилось, да? Ну, а тут квадрат еще я опустил просто. Я хочу сказать, что у меня получилось. Вот здесь интеграл такой. интеграл от 0 до 1, но опять напишу dxfa с чертой h от x ку квадрата. Это современное интегрирование, я ее, в общем, помню, кольку произвать, да? И умножить на полное сечение. На полное сечение. Вот что получилось. Полное сечение, а сумма, вернее, так. Здесь стоит сигма, не полное сечение, а сечение, рождение, портонов. Здесь, на самом деле, у нас сумма пуа здесь стояла, сигма а, все-таки, от z. Ну, тут ясно, что это сечение, рождение, портонов типа а. Ну, не важно. Эта величина, она вообще уже... Вот основная величина, вот основная величина, которая у нас в поле. Вот эта величина. Это интеграл. Это интеграл. Как ее можно... Ну, вот такой интеграл. Что это такое? Ну, как ее... Как трактовать? Ну, я не знаю. Вот это величина, которая определяет множественность, да? Множественность. Вообще говоря, мы могли рассмотреть не множественность, а могли рассмотреть моменты структурных функций. Такие моменты отсечения. То есть умножать, нежели умножать, интегрировать не просто на x, а интегрировать вот так. с весом x1y-1. Это то, что... Это овал тех моментов, которые мы определяли в... 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 Глубоко не в другом рассеянии. Ну, ясно, что здесь будет x1y-1, x1y-1. Ну, и здесь... Насколько эта функция включает df там z-1, то у нас... Вот здесь будет функция dx, а здесь будет функция x1y-1, и все. При y равном 1, она превращается вот в среднюю множественность. А теперь я буду говорить не множественность, а момент. Момент y. Y от Q в квадрате. При y равном 1, я говорю, это среднюю множественность. И вот, и личины, которые нам интересны, которые превращались в... Это моменты... функции фрагментации, аналогичная с моментом портовных распределений. И, на самом деле, как вы помните, мы использовали переход к этим моментам для решения уравнений. И само по себе это уравнение дифференциальное, а когда мы перейдем к моментам, это уравнение становится просто дифференциальным уравнением. Дифференциальным уравнением производства йотового момента по 2 в квадрате это будут вот такие функции, опять же на йотовый момент. Вернее, интеграл момента от функции синтепия на йотовый момент. Опять, мы получаем дифференциальное уравнение. Дифференциальное уравнение. Ну, давайте, опять же, можем написать так. Вот умножим на х и й-1 и проинтегрируем под х. Опять, изменяя порядок переменных, мы получим вот что. Обзовем этот интеграл йот от функции, но не йот. М йот мы обозовываем для сечения, да? А может быть лучше здесь сменить букву? Здесь не йот написать, а йот. Н йот. Н йот у нас в йот равна единица, это будет множество. Н йот здесь напишем, а это обзовем йот. Вот это такой интеграл. Так будет лучше. М йот от функции квадрата. Равно. Вот чем равно. Интеграл вот такой. Интеграл от меня до единицы. Вот это вот уражение. Ну, значит... А вот первую формулу, если вы х степень единицы не ставите, то у вас там уже сечение не получится. А? Вот когда вы ставите х степень единицы, но у вас там сечение не получится. Там же тоже коэффициент принимает. Но уже х на з не получите на определенные. И у вас там з будет степень. Где? Здесь? Да, сечение не будет. Давайте понимаем, что у меня з. Это дельта от з минус один. Здесь соединяется дельта от з минус один. Понимаете? Да? Поэтому в этой сечении пропорционально дельта от з минус один. Поэтому з в любой степень это единица. Вот. Поэтому... Значит... Теперь... Я говорю, что я получу уравнение? d, m, y, от q в квадрате. Od, логарифм, q в квадрате. Ну, q в квадрат я маленько и большой, я не различаю здесь. В дипломастике я их отличал, потому что q в квадрат 4-мерный, q в квадрат был отрицательный, а здесь q в квадрат 4-мерный. Я пишу для него. И большой q в квадрат тоже. Так вот. Что это такое? Это будет αs, q в квадрате, деленное на 2π. А здесь я напишу так. Сумма. Сумма. Вот. А. А здесь я напишу. А, В, от y, да? И вы можете умножить, конечно, на ny, ny от q в квадрате, да? А, потому что, опять же, опять же, что такое? Опять я делаю тот же самый трюк. Интеграл по, и слева и справа я получу α, конечно, от q в квадрате. А, что такое А, В? Вельшина такая. А, В, А, от y. Вот так. Конечно. Конечно. Вот так. Вот. Ну и что мы можем сказать об этом, об этом уравнении? Как ведет себя, как ведет вот это m. Вот это m. Видно, что, на самом деле, если мы смотрим, j близко к единице. А, поговорим, что когда у нас y, значит, 2,1, мы получаем лоз. Когда мы получаем, когда мы смотрим, j близко к единице, да? j близко к единице, то что у нас получается? У нас в каждом порядке теории возмущений получается, то вот это вот А, вот это вот А, а не сингулярное, правильно? Сингулярное А при y близко к единице. Почему? Потому что… Вот как ведет себя В, А, В? От x. Единица x. Да? Единица x. Ежели В – это леон. Ежели В – это леон. Переход из леона в леон. Ну, как вы уже помните, pg куб от x – это есть что такое? Вообще, это есть 2cf делить на x, а pgg от x. Ну, конечно, при малых x-ах, при x-ах стремящих цирку нулю, это 2cf делить на x. Да? Нравится? Да? Ну, точно совершенно. 2cf делить на x. Ну, то есть, они отличаются только вот этим вот множителям групповых. Ну, почему? Потому что эта инфракрасная расходимость, эта инфракрасная расходимость, а инфракрасия, она не зависит от спина. То есть, что варк рождает столько же леонов, ежели бы у них были одинаковые цветовые заряды, то варк и леоны рождали бы одинаковое число мягких леонов, естественно. Поэтому вот такая троймула есть. Ну, видно, что 1cx оттуда получаем 1c и 1c1 – сингулярность такая, сингулярность. В каждом порядке теории возмущения – сингулярность. Да? Вот. Оказывается, можно просфюмировать сингулярности во всех порядках теории возмущения. То есть, нам надо что сделать? Вот это вот b вычислить во всех порядках теории возмущения, но только при х3 0. то есть, просуммировать мягкие глионы. Ну, как мягкие фотоны суммировать, вы знаете, тривиальные, значит, а как они просто в экспоненту собираются? Вероятность. Вероятность. Ну, или нет. Вероятность. Фотоны. Глионы, фотоны изучаются независимо. Поэтому, вероятность изучения двух фотонов – это есть произведение вероятности одного фотона. Куассоновское распределение имеется для мягких фотонов. В силу их независимости. А для глионов, конечно, ситуация не такая. И это суммирование нитрияльно. Почему? Фотоны изучаются независимо, потому что они незарядны. А здесь же глион, может, глион не изучают. Поэтому ясно, что ситуация гораздо сложнее, суммирование сложнее. И здесь, оказывается, важную роль играет, так называемая, конгерентность излучения мягких глионов. В чем состоит этот эффект конгерентности? Это в том, что, вот оказывается, что, ежели посмотрим мы излучение, будем посмотреть излучение, излучение мягких глионов при рождении, вот, квартантиквартовой пары. Понятно, что… и будем смотреть его в таком приближении, когда… . То есть тогда, когда мы берем только старшее по единиц на x, члены, и «старшее» по логарифму у квадрата. В «24t.» – это двarze логарифмические приближения. Ну, или на языке вот этих моментов, вот эти а коэффициенты имеют снигулянность и единицы наМиус 1. Эта а в первом порядке по амфе имеет снигулянность и единицы наМиус 1. То есть этот момент, он ведет себя как единица, делись на y-1 и на логарифху квадрата, ну альфа s от квадрата, вот так вот себя ведет момент в первом порядке приоревознущения. А в следующем порядке, ясно, что на каждое альфа у нас, конечно, логарифху квадрата будет, но еще будет и преоблицаться множки j-1. На каждое альфа будет вот такой, вот такого типа. На каждое альфа будет логарифху квадрата и ведет стоимость 0,1. И вот такие члены, если мы будем только струбировать, такие члены, ну понятно, что для таких членов нужно только мягкие глионы учитывать здесь. Но как оказывается, у глионы устроено излучение мягких глионов. Есть так называемые эффекты гигерентности, которые важны при рассмотрении средних множественностей и вообще при рассмотрении таких процессов чуть чувствительных малыми ца. Например, спектр. Мы берем спектр и смотрим спектр в области малых им. И здесь оказывается вот этот вот эффект гигерентности. А гигерентность, в чем же она состоит? Вот в чем она состоит. Если мы берем излучение двух глионов, например, то понятно, что если мы используем физическую глионовку, то достаточно... У нас же есть струи, они кинематически очень разделены. То есть у нас есть совершенно разные кинематики. Когда эти глионы летят вдоль этого импульса или вдоль этого импульса, понятно, что это разделение мы можем существовать только для физических, для изучения физических глионов. А поэтому мы для того, чтобы использовать вот такое вот разделение, мы должны использовать физическую калибровку для этих глионов. Ну вот, мы используем физическую калибровку. Теперь, вот как же... Как вычисляется... Ну вот, мы могли бы так сказать, что вот вероятность излучения вот этих двух глионов. К1 и К2. К1 и К2. Первый у нас глион и второй. Мы могли бы сказать, что вот эта вероятность, это есть в электродинамике, например. У нас независимо излучаются эти глионы. Они никак не скорренированы по углам. Но здесь ситуация в кроводинамике совершенно другая. И мы, на самом деле, кроме вот этой диаграммы, должны учитывать еще, сколько это не есть диаграмма. Есть три диаграмма. Одна диаграмма. Диаграмма с глионами. И еще диаграмма, когда у нас они излучаются глионами. Вот таким образом. Рождается один глион, а потом излучается... Распадается на другую. И вот эти вот совокупность этих трех диаграмм приводит к тому, что у нас глион, который излучается на больший угол, он излучается как бы не кладка, как бы он излучается, он чувствует... Вот он излучается не отдельно, вот скажем, что мы не можем брать сумму всех диаграмм. Но они скоррелируют таким образом, что этот глион, который спускается на большой угол, он чувствует заряд всей струи. И это то же самое, что для сколь угодно большого числа глионов. На самом деле мы можем рисовать только такие диаграммы, когда... Если мы вводим угловой упорядочек, то мы говорим, что... Вот, рассмотрим глион, когда глионы излучаются таким образом. В определенной угловой последовательности. Угол излучения глиона с большим номером, или с меньшим номером, как вот здесь, вот больше, чем углы излучения всех других глионов. И тогда мы можем сказать, что рисовать только вот такого типа диаграммы, вот такие последовательные, и считать, что излучение происходит вот... Именно использовать обычную формулу излучения для каждого из глионов. Да, ну, может быть... Ну, конечно, мы должны еще выделить такие углы... Я... Вообще-то, это конеретность... Я не полностью ее описал, к сожалению, это не так тривиально описать. Но, значит, можно так сказать, что глион чувствует... Глион с каким-то углом... С каким-то углом излучения чувствует тот заряд, который... Который наиболее... Световой заряд, который наиболее близок к нему... Ну, или, вернее так... Чувствует полный световой заряд, который заключен в конусе его излучения. Вот так, наверное, будет правильно сказать. Вот эта световая конкретность, она... Координатно меняет по явлению множественности... Ну, как координатно? Как координатно? На самом деле, я же... Вот... Просуммирую все эти излучения мягких глионов... Какого получится для... Вот этого... Для... Множественности... Для множественности... Ну, мы можем так сказать, что давайте... Забудем про... Излучения... Вернее, продекущее... Константы связи... Тогда у нас просто будет вот такое суммирование... И тогда множественность будет есть, есть, иди... Есть, иди... Есть, иди... Так... Конечно... Вот... Еще я хотел сказать больше... Вот это тот ряд, который у нас был... В каждом порядке... Замечательное такое... Замечательное такое... Явление... Да? Вот у нас ряд есть... Который расходится при... Отрамном единице... Расходится в каждом порядке теориума смещения... У нас суммирование... Вы видели... Вот... Вот... Какое идет суммирование... Да? А... А... Давайте... Давайте... Ээээ... Давайте вот это вот... Будем считать альфа... Пренебрегать зависимость альфа от ку в квадрате... Альфа с от ку в квадрате... Альфа с от ку в квадрате... Ну почему? Альфа с от ку в квадрате... 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 уже просто логарифм без этого множества. Поэтому в грубом дваждо-логарифмическом приближении мы можем альфа-с в зависимости от квадрата убрать, и тогда, на самом деле, мы получим для момента y, при y близком к единице, мы получим следующую зависимость. Это будет экспонент. А здесь будет единица делить на 4π, насколько? На 4π. А может, на 4π. А, ладно, придется посмотреть. А здесь будет вот такой корень квадрата. Из y минус 1 квадрата плюс 8 альфа-с в зависимости от квадрата от квадрата я предупрек, делить на π. Вот так вот. 8 альфа-с на π минус y минус 1. Вот такой вот получим интересную зависимость. Смотрите. Начнем. Такая экспонент. Начнем разлагать по альфа-с, да? Какое разложение у нас будет? Единственное разложение будет. Альфа-с дает y минус 1, да? Альфа-с дает y минус 1, ну и в одной степени. Правильно? Альфа-с дает y минус 1 в одной степени. y минус 1, а здесь одна четвертая и здесь одна четвертая тоже. y минус 1 сокращается здесь, конечно, сокращается. и здесь вторая степени. Потому что еще одна четвертая Nap. Поэтому вот это вот ЦА, которое входило вот сюда, оно сюда и войдёт. Может быть ещё что-то наврал? Нет, не наврал. Всё, ДА, наврал, конечно. Это же всё будет всё вместе, такая экспонентная. В экспоненте будет логарифм Q2, конечно, да? Логарифм Q2. Вот такое будет выражение. Вот такое будет выражение. После суммирования, по всем, конечно, после суммирования мягких глионов, по всем мягким глионам. Ну, конечно, суммирование можно провести только в определённом приближении. Я говорю о так называемых два с долговеченечного приближения, которое, значит, учитывает только главные члены, да? Так. Так. Ну вот. И что же мы получаем? Да. Вот, значит, я ещё раз говорю, что в каждом порядке теории возмущений у нас есть расходимость приём равном единице. А когда простудировали, это расходимость, мы можем этот результат, он у нас хорошо ведёт себя при ё равном единице. Мы можем тащить его при ё равном единице. В точку ё равном единице. Тащить этот результат в точку ё равной единице. Он имеет... он вполне осмыслен. И что мы видим, что он у нас конечен. То есть у нас множественность, которую мы вот здесь вводили, при ё равном единице, она у нас вполне осмысленна. И это вот выражение для множественности. Это вот поле на логарифку квадрата. То есть поле на логарифку квадрата. Это выражение для множественности. Если не учитываете этот эффект феерентности, то здесь эта множественность в экспоненте, она... Вножественность... В коле вниз двух раз показатель экспонента. В экспоненте она будет отличаться. То есть совершенно будет другая величина. И более того, есть ещё более красивый эффект. Это эффект, который называется двугорблая плата. Гарбатая, вернее, плата. Гарбатая плата. На самом деле, если посмотреть спектры, просто спектры, то есть интеграл взяли по углам. Вот это вот у нас... Взяли интеграл по углам, это функция от х, у нас получился спектр, и он, окажется, ведет себя так, что заваливается в область малых х, и это, опять же, из-за эффекта регулярности. Ну, вот, пожалуй, и все. Может быть, я слишком много вам на эту тему рассказал. Ну, во всяком случае, понятие, вот есть такой интересный эффект регулярности, его надо, вообще-то, о нем часто говорят, и надо представлять, что это такое. Что это такое? Каким явлением он привык? Ну, конечно, он существует в области малых х, но он кардинально меняет поведение спектр в области малых х. Так, что еще надо бы сказать про это? Пожалуй... Ладно. Про инкредитивность спектр в области х. Хочем иногда бы перейти к дисперсионным правилам СУМ. Ну, давайте все-таки начнем эти дисперсионные правила СУМ. Это... Пока мы говорили просто о теории возмущений. Все говорили только о теории возмущений. Ну, правда, не все, конечно, но... Говорили не только о теории возмущений, потому что мы говорили о рождении адронов. Ну, ясно, что рождение адронов, оно там есть... Вот, когда мы говорим о каких-то инклюзивных спектрах, конечно, там есть и так... Есть стадия, которая не возмущенческая. Но мы ее не рассматривали по существу. Мы говорили только о уравнении для вот этих функций фрагментации. Кроме уравнений есть, конечно... Ну, для того, чтобы найти функций фрагментации... Опять же, уравнений же недостаточно. Нужны еще начальные условия. Так вот, здесь начальные условия, они, конечно, не возмущенческие. Мы... Вот это... Есть, конечно, всегда в этом описании не возмущенческая часть. Но ее как-то вот... Загоняют, как-то пытаются ее... Пытаются ее отделить. Но вот в этом подходе она отделяется... Она выделяется в начальные условия. Вся не возмущенческая часть загоняется в начальные условия. Вот. Ну, поэтому... Мы пытаемся... Опять же, на примере... Е плюс, Е минус, Абигелярской... Понять, как можно эту... Что такое... Откуда берется эта вот... Не возмущенческая часть... Ну, на каком-то, вдруг, языке... На каком-то языке... На языке всякого рода конденсантов. Оказывается... Я уже говорил, что в отличие от... Электроэкономики, где есть только теория возмущений... Да? И... Только теория возмущений... И вакуум... Он у нас обладает... Есть вакуум, который называется тридиальный. Никакие... У него нет... Скажем... Среднее значение f-menu в квадрате. f-menu в квадрате... Ну, правда, надо понимать, что когда я говорю, что среднее значение f-menu в квадрате, да? Среднее значение f-menu в квадрате... Я имею в виду... Среднее значение f-menu в квадрате... Это... f-menu в квадрате — это оператор, да, состоящий из оператора впрождающих и уни Hoodиш brew. Когда я говорю f-menu в квадрате, я имею в виду, что... И это, когда я беру произведение операторов, эфминю на эфминю, эфминю оператор содержит операторы врождения и уничтожения, еще эфминю тоже операторы врождения и уничтожения. Ну и, значит, вообще, когда я говорю о произведении операторов, можно, имеется в виду, ну, бывают разные произведения операторов, да? Бывает, вы знаете, хронологическое произведение операторов, когда операторы становятся в каком-то порядке во времени. Бывает нормальное произведение операторов. Вот я сейчас говорю о нормальном произведении операторов. Что такое нормальное произведение? Это такое произведение, в котором все операторы уничтожения стоят правее операторов рождения. Такое произведение становится нормальным. Как получается? Вот берем обычное произведение и переставляем операторы, отбрасываем. Вообще-то операторы не коммутируют. Но нормальное произведение делается так, что приводится к нормальному порядку операторы без всяких дополнительных счетов, не учитывая их некоммунитативность. Так вот записываются операторы. Только в таком смысле, как меню среднее в квадрате равно нулю, да? Потому что вообще-то их меню среднее в квадрате, вы знаете, что... Что такое их меню среднее в квадрате? Ну скажем. Е квадрат. Е квадрат плюс h квадрат, да? Это есть энергия, да? Но энергия, вы знаете, энергия вакуума вовсе не равна нулю. Она... Какая энергия вакуума? Е квадрат, если мы напишем е квадрат плюс h квадрат, и возьмем среднее произведение по вакууму, что мы получим? Ну бесконечность мы получим. А большую бесконечность. Страшную бесконечность, да? А вот если мы поставим значок n, то есть нормальное произведение, е квадрат плюс h квадрат, то мы получим ноль, да? А вот в хромодинамике, это гитара. Поставили упорядочение нормальное, а все равно получили ноль. А все равно получили ноль. Вот это вот такая вот... Такая интересная теория. Говорят, это теория с недривиальной структурой вакуума. Вот. А как эта структура вакуума проявляется? Как ее увидеть? Ну вот можно увидеть на е плюс е минус регуляциях, как я уже говорил. Значит, каким образом? Мы говорили, что вот у нас r, величина, да? r, она связана с, это есть небо-часть, но она пропорциональна, небо-частью коллекционного оператора, да? И можно так написать, что коллекционный график от q в квадрате равно, напишем так, интеграл ds, ну, ds, ладно, да? На r от s, делить на s, на s минус q в квадрате, я пишу дисперсионное соотношение с вычитанием, да, с вычитанием. s минус q в квадрат, ну, и напишу минус и ноль, минус и ноль, да? Здесь вот только какой коэффициент, а здесь какой-то коэффициент, да? Коэффициент какой-то стоит. А какой коэффициент? Вот если мы полюсцентный оператор определим, как полюсцентный оператор, как среднее значение по вакууму от t произведения тока без заряда, заряда, электрический заряд выведет, да? То тогда будет у нас здесь коэффициент, здесь просто будет численный коэффициент заряда не содержать, да? Только вот какой он будет, коэффициент? Ну, вот, насколько я помню, 12p он будет. А может, я не помню, неправильно говорю. А сейчас мы сообразим. Ну, интеграл, конечно, стоит, а с пороговая, да? Но бесконечно. А здесь, конечно, s стоит. А? А, у квадрат потом. И все равно соотношение с вычитанием, я пишу, да? У квадрат. У квадрат стоит. Да. Ну, а коэффициент, как сообразить коэффициент? А давайте так. Сообразим. Чему же будет этот квалификационный оператор? Ну, можно, конечно, все коэффициенты там вспоминать, как мы r определяли, так и так далее, да? Все. И так восстанавливать. Но это долгий путь, и мне неохота, все равно, я что-то дозабуду. А как можно по-другому восстановить? Для этого надо, ну, что-то, без ничего ничего не получить, надо что-то все-таки помнить. А что помнить? А хорошо помнить полюс Ландау. Да? Главное, полюс Ландау. Помните, как у нас стоит, да, что у нас стоит? Когда мы пропагатором потонный пишем, то мы получим, пишем там единицы на квадрат с учетом поправок, да? Всех поправок, ну, в однодетелевых, то получаем единицы и при больших энергиях. Ему, сальфа, единица на третий, да? Логарифм? Ку квадрат, да? Логарифм? Минус Ку квадрат. Ну, там на что-то деленное. Минус Ку квадрат минус 1. Как-то, конечно. Правильно? На третий, деленное. Ну, вам надо помнить. На третий, деленное. Ань, поиск, на третий. Да? То есть, прохтар. А? Если бы вы пропали хандар, там было прохтар. Где? А! Может быть, конечно, не альфа, и скорее всего, альфа. Правильно. Но на третий. Да? На третий. Вот. Поэтому, нежели мы возьмем, здесь, а что это такое? Это есть единица, делится единица, минус Ку квадрата. Да? Значит, Ку квадрат должно... Но, П, П, электронное, от него в квадрате, да? Так, Ку квадрат. Значит, П должно вести себя, как альфа-Эс, делить на третий. Альфа-Эс, единица, минус К. Да. На третий, пи, на логарифх. Ку квадрата. Ну, ладно, я просто в логарифх смотрю-песмотрю на знак, да? Да. Да. При больших Ку квадратах, при больших Ку квадратах, должно себя так вести, П. Правильно. П, да? Правильно. Ну, если же теперь возьмем Р, равное единице, то мы должны, и умножим на Е в квадрате, то мы должны еды получить. Ну, правда, значит, здесь стоит, значит, здесь стоит минус. Минус Ку квадрата, да? Минус. Влечу. Ну, сейчас, вот возьмем минус. И посмотрели при больших Ку квадратах. Тогда Ку квадрат, минус Ку квадрат здесь сократим. И интеграл. Минус Ку квадрат сократим, чтобы получить логарифх. Логарифх получается от интегрирования. Интеграл тогда, ну, интеграл у нас, вот здесь интеграл уже стоит. Интеграл при С меньше Ку квадрат, и при С порядка Ку квадрат, и при С больше Ку квадрат. При С больше Ку квадрат, интеграл хорошо сходится, При порядке Q2 он не может дать логарифм, логарифм набирается от интервала, значит логарифм может быть той, как s меньше Q2. s меньше Q2, в самом деле видим, минус Q2 сокращается, и здесь получается логарифм интегрирования по s до Q2, и она даст нам логарифму квадрата. Значит, получим просто емецик делить на 12π логарифм у квадрата, да? Если умножим еще на e квадрат, то получим e квадрат на 4π, это как раз 3π квадрат, 12π квадрат. e квадрат на 4π, это альфа, еще раз 12π квадрат, e квадрат на 4π, альфа, о, правильно, такое опять. Ну, в принципе, для нас это не так и важно. Для чего я все это вам говорил, это для того, чтобы вы как-то умели связать концы с концами, перейти от одной темы к другой. Да. Почему вы выберете 1? А потому что я, конечно, я говорю, что я хочу, это у меня полистон-оператор для вклада дронов, да? А я хочу вычесть вклад электронов, тогда r будет 1. Я же сравниваю с электронным вкладом, поэтому беру r равна 1. Вот такой вот, значит, будет ответ, да? Ну, вот, это самая полистон-оператор. Но, ладно, нам это не так важно. Значит, что мы можем рассказать об полистон-операторе, об этом полистон-операторе? Ну, ясно, что если мы смотрим q2, большие и отрицательные, то большие q2, большие по модуле и отрицательные. Ну, ясно тогда, что у нас, значит, этот интеграл в этом интеграле, большие, вот если здесь у меня вкус стоит, да? Этот интеграл, он схожится, вот все виртуальности, которые здесь есть, они порядка, вот это квадрат по модулю, большие виртуальности. То есть, все, этот интеграл определяется малыми расстояниями, и я его могу, большими виртуальностями, малыми расстояниями, и я могу для его вычислений использовать теорию возмущения. НОММУНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМНОМ можно пользоваться теорией возмущения. Ну, какой-то точностью это правильно, во всяком случае, теорией возмущения можно пользоваться, но констанция связи мала, в том смысле она порядка 0,2, но теория возмущения можно пользоваться, вопрос в том, сколько членов теории возмущения надо сохранять, какая точность этого разложения. Но будем считать, что можно пользоваться теорией возмущения на массе С-кварка. И что тогда мы можем сказать? Тогда мы можем сказать, что вот этот вот, опять же, вот этот кул, на самом деле можно пользоваться теорией возмущения не только при больших... Здесь масса С-кварка, большая масса С-кварка, то можно пользоваться теорией возмущения не только при больших, отрицательных, больших погодах или отрицательных ку-квадратах, но можно пользоваться и при ку-квадрат равном, поэтому вблизи нуля можно пользоваться теорией возмущения. Почему? Потому что и вблизи нуля на самом деле применимось... Если мы посмотрим на аналитические свойства этого поливиционного оператора, как вы помните, у поливиционного оператора есть разрез, то есть разрез начинается при ку-квадрате 4мц в квадрате, да, 4мц в квадрате. Вот можно пользоваться... Да. На самом деле применимость теории возмущения... Для применимости достается того, чтобы мы были далеко от разреза, да, если для лёгких варков развес... Вот здесь начинался в нуле для лёгких варков. Ну, практически в нуле. Лёгких варков – это значит варки с нулевой пастой. Развес начинается в нуле. И для применения своего его значения мы должны далеко от нуля быть, вот здесь при больших отрицательных ку-квадратах. А здесь достаточно... И в нуле тоже. Если пасты достаточно великий порог от этого рождения, и он достаточно дарил, тогда можно и в нуле воспользоваться теорией возмущения. Ну, то есть, всё равно мы в область... Когда мы садимся на область малых пропагантов, ну, конечно, когда мы находимся вот здесь вот, при положительных варекупанных больше, чем 4мц в квадрате, то у нас есть просто реальное состояние. Поэтому виртуальности могут быть маленькие, вот, да? Виртуальности маленькие, нулевые виртуальности. А когда ку-квадрат равно нулю, то виртуальности всё равно порядка nc в квадрате, да? Они не маленькие. Поэтому вот и при ку-квадрат равно нулю можно пользоваться теорией возмущения. Так вот так же будет исходить, что вот пользоваться теорией возмущений можно и при ку-квадрат равно нулю, и при ку-квадрат равно нулю. И вот введём такие величины. Вот такие величины. Значит, как бы мы их обознать? А вот такие... Ну, при ку-квадрат равно нулю, мы можем этот вот разлагать по ку-квадрат, да? Вот это вот. Ну, и запишем ряд по ку-квадрат. Ну, ряд по ку-квадрат будет иметь такие коэффициенты. Здесь будет s в степени n плюс 1, да? В степени s. Вот такие коэффициенты. n начинается от двойки и так далее, да? Вот такие. От единицы тогда. n начинается от единицы. Введём такие величины а-н. 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 Которые вот почему? Давны. Да. И, ну, вроде бы, можно худо-бедно для них теорию возмущений использовать. Правда, теорию возмущений мы можем использовать для n не шибко больших, да? Не шибко больших. Потому что, ну, понятно, что когда n очень великий, понимаете, ну, чем больше n, тем больше у нас вот такие, тем более, тем более у нас чувствуется вот этот вот разрез. Поэтому, ну, для каких-то n мы можем пользоваться теорией возмущений, а для каких? Ну, я не знаю. Это можно посмотреть на ряд теорий возмущений. Вычитаем просто по теории возмущений, да? Вот эти а-н. И смотрим, как они ведут себя с n. И, конечно, лучше их как-то обезразмерить, разделить на 4 mc в квадрате в соответствующей степени. Ну, и это уже будет безразмерное. Они будут зависеть только... Разложения будут по константе связи, только про альфа. при квадрате mc в квадрате. Ну, и коэффициенты разложения, они, конечно, они будут расти. При каких-то, начиная с каких-то n, они будут сильно расти с n. Ну, где-то мы... Но при небольших n, ну, так, предположительно, для n, я не знаю, 5-6, мы можем еще пользоваться этим разложением. Так считается. Так считается... Можно вычиснять вот эти коэффициенты по теории возмущений. Ну, а как вычислять по теории возмущений? Опять, значит... То есть, надо вычислять по теории возмущений вот это вот r и вычислять интеграмы. Это r вычисляли по теории возмущений и сравнивать с экспериментом Как они у нас соотносятся, эти коэффициенты? У нас же есть экспериментальное выражение, экспериментальное значение для R, правда, экспериментальное значение, оно у нас определённое, конечно, не до бесконечности, но уже, начиная с n равным двойки, тогда же с n равным единицей, уже интеграл хорошо сходится, и, значит, у нас та образ, которая экспериментально неизвестна, она, в общем, уже вклад в юмаль. Легко видеть, что маленький вклад. Так вот, мы должны вычислять по теории возмущений вот эти коэффициенты, значит, теоретически, и сравнивать с экспериментальными значениями. И смотреть, что же у нас, как у нас теория согласуется с экспериментом. Ну вот, и что же получается? Получается, что плохо она согласуется с экспериментом. Плохо, но она плохо согласуется с экспериментом, если вот этого, если мы вот для вычисления АН, ну, может быть, ну как, если мы для АН используем только такую диаграмму, ну, с таким, с поправками. Есть, конечно, поправки такие, такого рода. А, правда, здесь, это у нас, конечно, ПКОН. А, ну, а есть такого рода поправки, да? Которые, я уже говорил, что поправки можно вычислять по-разному, можно вычислять прямую часть, вычислять и потом подставлять. А можно вычислять просто при Ку квадрат меньше нуля, и это, может быть, даже легче вычисляется. Ну, неважно. При Ку квадрат меньше нуля, а потом аналитически продолжать вопрос Ку квадрат, и таким образом не вычислить. Получать. Ну, это уже технический вопрос. Важно, важно вот что, что вот такими, такими диаграммами, вот, совокупность, как такого рода диаграмм, да, такого рода, ну, там я не знаю, здесь могу нарисовать бельончики, могу сколько угодно нарисовать бельончиков, плохо описывать эксперимент. Оказывается, для того, чтобы написать эксперимент, нужно ввести вот такие, такие диаграммчики. Такие диаграммчики. Здесь, ну, такого типа диаграмм. Вот такого типа диаграммчики. Что это за диаграммчики? Что это за диаграмма? Ну, мы можем как, как их вычислять, как их вычислять, диаграмм. Ну, в принципе, как, мы знаем, что, вот у нас, давайте так, я говорю, вот у нас есть, это кланковое поле, кланковые пропагаторы, это фотоны вообще. Вот у нас входят, вот глионные поля, они как-то в вакуум уходят. Что означает, как это вычислять, ну, мы знаем, что, значит, по, вот у нас S, оператор S, это есть T-произведение от экспонента какой-то, да? Т-произведение от Е в степени действия, и на действие, правильно? Т-произведение? Ну, давайте возьмем в этом Т-произведении. Какой же член отвечает? Ну, конечно, экспоненту надо разлагать, чтобы про теорию возмущения говорить. Разлагаем экспоненту, и какой член экспонент у нас, какой член в экспоненте у нас важен, для, в экспоненте мы, конечно, должны ввести, в экспоненте у нас должны ввести А-ню, А-ню на Ж-ню, да? Вот это кварковый ток, кварков С с чертой, да? С с чертой, это есть С с чертой С на гамма-ню и С, да? Правильно. Вот, есть такой след, и, конечно, экспонент-то должна быть квадратичным, мы должны взять квадратичный член разложения, вот. По этому току, это у нас будет вот эта вершина, и вот эта вершина, и должны взять квадратичный член разложения по току, по взаимодействию, плюс у нас есть член, вот А, вот так, тоже не пишу, А-ню, А, а? А здесь Ж-ню, А, да? То есть, это Ж-ню, А, это есть такой же ток, но только здесь Т-А стоит, да? А, да, А стоит, это здесь стоит, занятка его выбросила, а здесь стоит Ж, ну, я схематический, конечно, рисую, да? И квадратичный член по этому, значит, члену взять. Ну, и, как вы знаете, что потом написать, что это среднее значение, для произведения есть сумма спаривания, по кваркам мы должны взять спаривание, спаривание, кварки никуда у нас не остаются, все кварки, ну, пси-кварка на, пси-чертой кварка заменить на пропагатор, а по, по, вот, по фотонам мы должны взять, ну, вот, это вот здесь, этот фотон, этот фотон, да? Ну, я не знаю, а по глионам мы должны все-таки взять нормальное произведение, спаривание никаких нет по глионам, вот мы должны взять нормальное произведение по глионам, и вычислять, ну, вычислять уже считая все-таки глионные, считая еще глионные поля операторами поля, и в конце концов, при нем какому-то выражению, которое будет, ну, какой-то интеграл там содержать, но в конце концов, оно будет содержать там глионные поля, средние пола операторами, от глионных полей в разных точках, ну, ясно, что, значит, в конце концов, из лоринцев вариантостей все это должно вести к тому, что весь этот интеграл у нас должен быть и с лоринцев вариантостей, и калибровочцев вариантостей, весь этот интеграл должен у нас вычисляться, должен свалиться в же леоню а от нуля в квадрате, вот по такому, какое среднее значение должно содержать, а теперь должен содержать какое среднее значение. И, оказывается, можно вычислить вот это среднее значение, которое более-менее приводит к согласованию теоретических результатов с экспериментарными, ну, еще, правда, вот написали здесь, если альфа-с на пи, альфа-с на пи, так обычно пишется, но оказывается, что это есть, ну, я не знаю, примерно, примерно, так, приводится цифра 350, мы в какой степени? Четвертости, да, по растертости, четвертости. Вот такое среднее, по вакууму, необходимо для согласования теоретического описания с результатами эксперимента. А у нас, а что для эксперимента? Как для эксперимента? А? Понял? Для сравнения с экспериментами, каким он экспериментом? А у нас все, развертство из эксперимента. Ну, я говорю, мы вычисляем теоретический случай и сравним с экспериментами. Так вы говорите, сравниваем АФЛ? АЛЭТ, да. Мы АЛЭТ вычисляем по теории? Мы теоретически можем АЛЭТ вычислить? Ну, конечно, мы можем. Ну, конечно, теоретически вычисляем АЛЭТ. По сути, мы АЛЭТ сравним, да? Ну, не Р, конечно, потому что АЛЭТ бессмысленно сравниваем, понимаете? В том-то и дело, что это интеграмный, так называют это, вот, дисперсионное правило СУП. Мы сравниваем, вот это вот, Р теоретическое, равно интеграл от С пороговое, значит, до бесконечности до С, делить на С степени Р плюс 1, вот что мы сравним. Здесь Р экспериментально, да? Вот С, да? Ну, понятно, что, я говорю, что здесь на эксперименте, конечно, С неизвестно до бесконечности. Но с какой-то точностью можно, ну, скажем, интеграл хорошо сходится, да? Давайте оцениваем, значит, начинается порог, это с чего начинается? Ну, там, 10 г в квадрате, да? Ну, не 10, ну, 10 г в квадрате, грубо говоря, 10 г в квадрате, порог. Да? А известно, то есть, начинается от 3 г в квадрате по энергии, да? Ну, а известно, до 10 г в квадрате, известно, это, правильно, сечение. До 10 г в квадрате известно, ну, значит, это уже по квадрате энергии отличается от порогового значения в 10 раз, да? 10 раз. Если мы возьмем здесь еще вклад, вот, значит, вклад отсюда до, от порога до экспериментально известного, да? И вот экспериментально известного вклад, вот разобьем на, да, это есть интеграл от S2-рогова до S0, где S0 это экспериментально известная личность, а плюс интеграл от S0 до бесконечности. И как можно оценить интеграл от S0 до бесконечности к вот этот интеграл, к этому отношению, как можно оценить? Ну, ясно, что это можно оценить как S0, вернее, как S пороговое, S пороговое к S0 в степени N, да? Ну, вот как можно оценить. Чем больше, тем меньше этот вклад, да? Ну, даже при ОНО не лениться, если этот вклад, если даже энергия отличается в тройку, то этот вклад одна десятая, понимаете? Ну, что там говорить? Ну, я, конечно, грубую оценку даю, но принципиально она правильная, да, оценка, понимаете? Поэтому, значит, то, что здесь не до бесконечности, при больших N, можно забыть, наплевать на это. Значит, теперь, что касается теоретического расчета. Можно теоретический расчет сравнивать с экспериментальными. Вот, еще раз повторяю, это диспекционный правил СОН. Теперь, вот, вы говорите, что это у нас Евгений Анатольевич говорит, R мы сравниваем. Нет, не R, потому что R сравнивают бессмысленно. Потому что в R, в экспериментальном R, есть пик псимизонный, да? Пик пси, там, есть пики теоретическом, но никаких таких пиков мы, понимаете, это нам надо, ну никаких таких пиков мы не считаем. В теоретическом вычислении мы берем все-таки в этом интеграле. Я говорю, ну как это интеграле? В теоретическом вычислении мы говорим, что вот этот вот, это есть ряд по Адфа-С А4 МЦ в квадрате. Поэтому в этом ряду надо взять только, ну, я не знаю, на самом деле, практически ограничивается только вот этой диаграммой и все больше. То есть, просто вот такой петлей можно ограничиться, да? А поправки уже можно и не считать. Потому что поправки будут уже иметь порядок Адфа-С на Адфа-С от, там, 4 МЦ в квадрате делить на Пи. Адфа-С это, значит, это и есть 0,2, да? И делить на Пи, это вообще опять те же самые 10%. С точки зрения 10% можно ограничиться только первым нулевым членом по Адфа-С, понимаете? С точки зрения 10%. Здесь можно ограничиться нулевым членом по Адфа-С, да? Ну, это может и не совсем такая уж правда. Не совсем такая уж правда, но вот такое вот так наивно, так это в эпоху бури и натиска так вот рассуждали и говорили, что на самом деле здесь есть, конечно, вклады, которые там, ну, которые связаны. Понимаете, здесь, в этом Эле, да? В этом Эле, в экспериментальном, вот есть Пики, да? Теперь, а давайте скажем, а что, если мы будем говорить вот об этом Эле? Что мы, если мы будем об этом Эле говорить? Есть там Пики или нет? Об экспериментальном, теоретическом Эле. Конечно, если мы будем говорить, вычислять вот это Эле, да? Ну, на самом деле, вычислять-то надо будет не, вот здесь я пишу порог, что такое порог? Я говорю, интегрирую порог теоретический, это, это теоретический порог, а это, это, может, нехороший, вот это экспериментальный порог, да? Лучше написать, что Эле экспериментальный, да? Я, срежу вот это порог, я написал, ну, лучше писать, что Эле экспериментальный, экспериментальный, и здесь порог находится, конечно, здесь порог находится, конечно, ниже рождения Джипси, правильно? Это же все, здесь экспериментальный порог, он находится ниже рождения Джипси, это, в общем, все, все, все сечения, которые происходят из-за рождения ЦМТЦ квадратов. А здесь порог, теоретический порог, это, на самом деле, 4МЦ в квадрате, ну, или 2МЦ, и все в квадрате, 2МЦ, и все в квадрате, вот он, теоретический порог, да, теоретический порог. Хотя, на самом деле, если, вот, и мы считаем, именно, начиная от 2МЦ в квадрате до бесконечности, хотя, мы знаем, что, что, если считать по теории, то здесь, даже не учитывая никакой структуры вакуума, но все равно есть, что связано, в теории есть тоже, там, точно так же, как есть у нас позитронии, да, есть теории тоже в квадрате, которые рождается связанное состояние квадрата, ЦМТЦ квадрата, и масса этого связанного состояния, она лежит ниже вот этого порога. Ну, в том-то и дело, что мы, мы же как исходили, мы говорили вообще об элементационном операторе, который вычисляется в нуле, в нуле, и это интеграл, только в смысле интегралов это есть равенство, в смысле интегралов, понимаете, а в смысле с одних н, ну, никакого, никакого совпадения нет, безусловно. А вот в смысле интегралов должно быть такое равенство. В смысле интегралов должно быть, то есть, именно правило сумм, то есть, правило, связывающее интегралу. Правило суммы, ну, я не знаю, говорят дисперсионное правило суммы, это вот имеется в виду интегралы, конечно. Вот у нас есть интегральное именно соотношение, а вовсе не локальное, не локальное. Или говорят еще о, я не знаю, кварк, о дронной дуальности еще, другие такие еще слова говорят. Опять же, употребляя в таком интегральном смысле, в интегральном смысле. Вот хотя у нас иногда понимание вот этой дуальности даже переносит на эры. Ну, опять же, не локально эры совпадает, а некие интегралы от эра, экспериментального и теоретического, должны быть равны. Ну, вот, в таком, наиболее таком, я не знаю, наиболее обоснованном деле, должны быть равны вот такие интегралы. Потому что, еще раз повторяю, что этот, эта величина, это коэффициенты разложения поливисционного оператора при ку квадрат равном нулю, понимаете? Это. И их можно вычислять по теории воспручения. Да? Коэффициенты разложения поливисционного оператора при ку квадрат равном нулю, их можно вычислять по теории воспручения. А с другой стороны, вот они научены равны экспериментальному. Их можно вычислять из экспериментальных значений, подставляя экспериментальные значения для R. Ну всё, пожалуй, на этом. Вопросы есть? А? Ну я ещё буду на следующей лекции. На следующей лекции я буду говорить, из каких соображений посчитаю. Но это посчитали, я ещё, вот сравнивая вот это вот правильно. Сравнивая левую часть и правую часть, сказали, что вот, нам добавят вот такую... Ну есть вклад такой, есть вклад, кроме обычных... Обычных... Вот, будем теоретически вычислять вот эти АН, да? Вычисляем обычные диаграммы. Вклады обычных диаграмм, вычисляем, да? Видим, ну нет, не совпадают с экспериментальным значением. Говорим, а что сделать, если вот мы, допустим, существование таких вот диаграмм. То есть существование... Существование таких диаграмм, допустим. То есть существование вот такого вокруг нас рейкера. Ясно, что тогда вклад вот сюда в АН, эти диаграммы тоже дадут. Они, эти диаграммы дадут вклад в пропорциональный вот этому украшению с неким коэффициентом, да? С коэффициентом, который вычисляется теоретически, да? Ну и для того, чтобы согласовать эти правила суммы, нужно, чтобы вот это... То есть единственная неизвестная личина – это вот это, да? Все остальное теоретически вычисляется. Для того, чтобы согласовать теорию с экспериментом, надо эту личину положить в 350, да? Вот так вот. И говорили, если вы посмотрите книжку Валушина и Термонтуросяна, там говорится, что вот точность, с которой вычисляется, извлекается экспериментом вот этого вот вакуумно-среднего, 10 процентов, да? Но опять это была такая романтическая эпоха. А потом подсчитали, прослезились и сказали, что не с точностью 10 процентов, а с точностью в 10 раз вычисляется. Но теперь... Но одно несомненно, что этот... Ну, правда, потом сказали уже не в 10 раз, а в 2 раза. Но одно несомненно, важно-то одно, что вот эта вакуумная средняя есть, без него никак нельзя, понимаете? Что касается его величины, то, повторяю, есть разные мнения, разные точки зрения на точность, с которой эта величина может быть извлечена. Ну, я думаю, что так разумная, ну, стоит что-то 50 процентов, может быть, она может быть извлечена. Да? А вот эта величина размерная, да? Вот у него есть какая-нибудь интерпретация? Какой-нибудь интересный фунт, как бы связанный со священными наивностями и пионами, которые связаны с рейтингами? Какие-нибудь такие слова вы приговариваете? Ну, как-то, конечно, она связана. Вот есть какие-то непертурбативные фунтуации, то есть, кроме тех... Одна-вторая, которая, я говорил, в энергии есть, так, нулевые колебания вакуума, да? Нулевые колебания вакуума, и они, эти нулевые колебания, вы понимаете, они идут от всех частот одинаково, правильно? Одна-вторая... А, нет, от H-омега на N плюс одна-вторая, H-омега, да? H-омега, да? И омега, там, от 0 до бесконечности. Ну, и получаем другую бесконечность, конечно, в этой самой сумме. Ну, а здесь, я не знаю, можно как-то... Можно, конечно, можно считать, что... Это тоже какие-то фруктуации вакуума, но эти фруктуации, вот, по-видимому, имеют какую-то, может быть, энергию вот такого... Вернее, характерный импульс в этих фруктуациях, они ограничены, конечно, они ограничены, но... Может быть, они вот такой величины, я не знаю, честно говоря, не знаю. Еще вопросы? Вот мы говорили, что гигантность излучения связана с различным зарядовым бионом. Да, конечно. А как вот этот бион, мягкий излучается, он же не может, как мягкий фотон, просто улететь? Ну... А как, то есть, меньше, чем масса биона... По теории возмущения, да? Не может же его улететь с энергией? Ну, конечно, конечно, все это... То есть, это директуально? То есть, он замкнется? Понимаете, мы же... Когда вот говорим, скажем, про уравнение эволюции, да? Мы же считаем, конечно, что... Большие ку квадраты... Большие ку квадраты, да? Большие... Ну, иксы... Ну, я не знаю... Большие ку квадраты, большие ритуалисты... Как-то мы пренебрегаем эффектами, типа, там, массы бионов, эффектами типа Яндек и Сиди, мы пренебрегаем. Вот... Ну, что делать? Поэтому... Ну, иначе мы ничего не можем вычесть. Мы смотрим только за теми эффектами, которые лежат в области применимости теории возмущения. Понимаете? А там... Ну, а как он? Конечно, он как-то огранизуется. Ну, не знаем мы, как он огранизуется. И... Да... Не знаю, как он нумерализуется. Ну, и... На самом деле, если посмотреть вот на эту множественность, она же обеспечивается... Если бы эта множественность, она обеспечивалась именно областью совсем малых иксов, то, конечно, все это было бы неправильно, да? Но она обеспечивается областью иксов немалых, при больших квадратах, понимаете? И это нам обеспечивает применимость теории возмущения. Да. Не можем мы описывать огранизацию, переход в лето-падроны, но это в ней рабочие возмущения. И только такие величины, которые не зависят от организации, мы можем впечатлять. Ещё? Ну, ладно. До свидания. До свидания.